здравствуйте друзья в эфире геоанергетика инфа с вами рад дайкин макси я борис марсанкевич всем добрый день борис ионидович у нас сейчас очень много разговоров про редкие редкоземельные металлы ним порой относят литий титан что прочее собственно а из-за чего такое беспокойство чем они так цены и какого каково их наличие в российской федерации во первых я конечно раз за всех журналистов они слова редкоземельные уже выговаривают не заикаясь это хорошо действительно путаница причем путаница не только у журналистов но и у многих комментаторов я уж не говорю про политика там вообще тяжело редких металлов таблицами дерева числится более 50 штук редкоземельные это 17 металлов которые входят в состав редки то есть не каждый редкий металл является редкоземельным каждый редкоземельный металл является редким будет действительно не стоит вот эта группа это лантаноиды 14 элементов и скандисты собственно говоря все попробую сейчас не заикаясь проговорить что у нас относится к лантаноидом цезии произведем неодим промете самаре европе гадалини терби диспрозии гальми и гурми ирби тулии терби лютесы вот их 14 штук они значительно более редкие чем металлы просто редки редкоземельные их еще меньше чем редких редких металлов лития это редкий металл но не редкоземельные не надо путать рубиди берили редкие но не редкоземельные титан о котором так много говорят большевики в последнее время циркония гафни в аназии не обе тот самый о котором опять же много говорят что очень востребован в последнее время металл он идет на производство постоянных магнитов серьезное магнитное поле это необходимо во всем что касается новых направлений энергетики так называемых метроэлектростанциях используется используется во всевозможных каких-то там электромобилях и так далее и так далее то есть производство не растет производства у нас слава богу освоили цирконии тоже понятно в атомной энергетике это трубки твелов гафни в анаде тантал молебден вольфрам все что тугоплавки сплавы требуется но разумеется это здесь на галии индии талии потом весьма условные такие металлы они по проводники германии оселен и тилу вот ну и сюда же относится все радиоактивные начиная с франция аразии актинии тори протоктинии ну и дальше родные до слез уран плутонии и так далее и полония с технициям там же вот собственно говоря поэтому надо действительно внимательно прислушиваться к тому что говорят господа политики действительно сейчас вот эта дымовая завеса которую устроил мистер трамп редкоземельных металлов из несчастной украины то 300 миллионов долларов то 500 миллионов по моему уже триллиона дошел пока за него там этот никто еще будет помянута джентльмен из киева прилетит там уже наверное квадриллионы пойдут нет этих металлов на украине литий да есть но он находится на территории донецкой народной республики поэтому извините можете разговаривать там очком угодно титан есть но титан не относится к редкоземельным так что все это достаточно непонятно не менее непонятно то что сегодня довелось услышать от руководителя нашего гкз государственный комитет по запасам названа цифра о том что но в россии посмотрю извините наизусть не выучил 658 миллионов тонн редких редкоземельных металлов совершенно не понимаю откуда взялось это число потому что в 2019 году состоялось официальное переоткрытие пижамского месторождения титана в количестве одна штука утверждали естественно запасы гкз может быть что-то произошло но там только твердо разведанные но извлекаемые запасы на день сегодняшний 30 13 миллионов тонн титановой руды и на том же лицензионном участке еще недоразведанное 1 миллиард 50 миллионов тонн так что мне сложно сказать что имеете ввиду комментаторы из гкз сказали и сказали ажиотаж не совсем понятен с точки зрения капитализма потому что если смотреть на мировой рынок этих редкоземельных металлов вот конкретно этих 17 еще раз скандии и 3 и 14 лонтоноидов лонтоны 13 лонтоноидов мировой рынок 12 с половиной миллиардов долларов простите на фоне угля нефти газа вообще ни о чем дело конечно в том что многие из этих металлов используются в том что мы называем хай-тек самыми высокими технологиями используется для производства специальных стекол одну часть спектра пропускаем другую не пропускаем то есть инфракрасное излучение берем ультрафиолетовое отбрасываем или наоборот требуется для естественно для создания всевозможных приборов в радиоэлектроники и так далее и так далее и так далее понятно что с каждым годом спрос будет расти если интерес со стороны соединенных штатов но сказать сложно но последние точные данные были в 18 году мировая добыча составила 190 тысяч тонн китайство 120 тысяч тонн из них говорить о том что очень разнообразный рынок не приходится штатах добывали порядка 14 тысяч тонн в россии две целых семь десятых сказать что это какой-то тотальный провал в советские времена добыча была где-то на уровне пяти с половиной тысяч тонн причина тоже понятно если у вас не развивается радиоэлектроника то у вас спрос не будет сейчас эта тема естественно становится все более востребованная поскольку мы действительно хотим не только догонять но и в конце концов перегнать но даже ассоциация редкоземельная создана тех кто занимается достаточно странная картина с одной стороны с другой стороны у нас на глазах выстраивается новая вертикально интегрированная структура как водится русатомовская у нас порядка 25 процентов всех редких всех запасов редкоземельных металлов сосредоточены на месторождении лаузер мурманской области там же в мурманской области еще 16 процентов но ситуация во первых по содержанию среднее содержание в редкоземельных металлов лаузеровском месторождении почти два процента то что хибин группа месторождения хибинских 8 штук там просить в 7 раз меньше и лаузеровские редкие земли отличаются тем что все что было построено оно было построено действительно добыча редких редкоземельных металлов каких-то других если брать группу хибинскую то там основная руда это фосфор фосфаты мы там добываем и поэтому такое небольшое содержание это как бы побочный продукт то есть добывать его можно но требуется достаточно такая серьезная технология и естественно владельцам лицензии на эти участки предстоит серьезно подумать как извлекать фосфатное удобрение группа форсагра надо ли им помимо основной продукции заниматься вот этим не получится ли так что при извлечении редкоземельных металлов будет испорчена основная продукция так что здесь сложно прямо скажем что касается лаузеровского месторождения но было законсервировано росатом получил на него лицензию и теперь пытаясь привести в порядок метод добычи был шахтный шахты которые не работали 15 20 лет понятно в каком сцене все это находится надо было и воды убирать надо было надеюсь что они организуют музей техники технику туда в советские времена поставили можно музей под открытым небом организовывать прям сразу прокладываются новые дороги в двадцать седьмом в двадцать восьмом году добыча должна найти начаться к этому же времени на соликамском магниевом заводе будет построена новая цеха основная проблема производства недобычная с производством связанная поскольку физические химические свойства этих в редкоземельных металлов очень схожие друг с другом они собственно говоря и в руде находятся не по одному а штучек восемь сразу в озерском восемь редкоземельных металлов там торская неразрабатываемая в якутии там вообще 11 и ну такой опять же не надо быть глубоким специалистом вот у тебя руда ты знаешь что в ней находится какой-нибудь кольми есть точная технология вот и кислотой протравил все получил но не получается ли что пока ты протравливаешь кислотой у тебя в отходы уйдут оставшиеся металлов они для промышленности требуются именно в чистом виде не концентрат восьми или девяти или десяти металлов сразу конкретно отдельно такая достаточно большая проблема отделять их друг от друга извлекать отделять непростая комбинация такие заводы которые выделяли уже чистые редкоземельные металлы советские времена были одна штука в эстонии на штука в казахстане там и остались никто их никуда не перевозил в каком они состоянии сейчас у меня более менее известно судьба эстонского поскольку это опять же атомных времен первый завод по обогащению урановой руды был построен в городе силами городом он стал только советские времена во времена свободной эстонии там по моему пару тысяч человек жила во всем районе добывали черный сланец так называемый потом выяснилось что содержание урана там совсем низкая собирались комбинации закрывать но потом кому-то пришло в голову и совершенно правильно сделали повезли урановую руду из болгарии из польши из венгрии перерабатывали на месте в 80-е годы когда выяснилось что все таки редкие редкоземельные металлы нам нужны по договоренности министра цветной металлургии ефима славского главы министерства среднего машиностроения недозагруженный завод силами был нагружен создать технологию они ее создали в минсредмаши все было очень просто как-то в поссоветское время было достаточно своеобразно продолжалась разработка у аузерского месторождения руду везли в соликамск соликамский магниевый завод там убирали пустую породу потом перевозили в силами на выходе получали те самые редкоземельные металлы поштучно разложены потом было признано что это на самом деле не рентабельно дело не в том что мы с эстонией отношения стали выяснять просто нерентабельно из-за перевозок добыча в мурманской области потом перевести в пермский край на соликамский завод оттуда промаршировать через пол россии в эстонию обратно как-то все это было хлопотно комбинат уцелел он ушел сначала был приватизирован одним из бывших премьер-министров эстонии там никакой коррупции нет ему просто повезло случайно бывает достаточно долго перерабатывали руды руды редкоземельных металлов которые везли из штатов то есть еще раз это было экономически оправданно в колорадо добывали на грузовиках доставляли в порт из порта через океан в эстонию перерабатывали тем не менее это было рентабельно борис и они дачи большое спасибо за комментарии друзья подписываемся на гео энергетика инфа в дзене в телеграм на рутубе обязательно все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментариях там же будут реквизиты для желающих финансов помочь нашему проекту чтобы мы и дальше также бодрые вещады на всех площадках без монетизации спасибо до новых встреч заглядывайте в наш телеграм-канал новости о нашем проекте прежде всего появляются именно там всем спасибо за внимание всем всего доброго спасибо за субтитры Алексею Дубровскому